В то время в Брянские леса через заградительные оккупационные отряды, состоявшие из нескольких венгерских полков, ломился из степи Украины человек, о котором уже ходила слава в партизанских краях. Одни говорили, что это цыган, колесивший по немецким тылам. Другие, что это полковник, у которого все рядовые не ниже старшего лейтенанта, что он имеет танки, самолеты. Но кто бы он не был, немцы боялись его как огня, а народ рассказывал о нем легенды. Одним словом молва несла весть о человеке, который соответствовал моему идеалу партизана. Как только он появился вблизи Брянских лесов, я посадил свою радиску на повозку и поехал к нему. Дорога была длинная, около 90 километров. Это было в Сосновом лесу возле Старой Гуты, невдалеке от хутора Михайловского, где расположился лагерем Кавпак. Лагерь действительно напоминал чем-то цыганский табор. По всему чувствовалось, что люди не собираются обживать эти леса. Групками стояли повозки с клюшнями, странно выглядевшие среди орловских лесов. К клюшням были прикреплены бандьярские, немецкие, румынские палатки. На всех перекрестках стояли станковые пулеметы и минометы самых различных систем и армий. Часовые на заставах курили ароматный табак или сигары. Презрительно поплевывая через губу и снисходительно поглядывая на местных партизан. Одним словом, еще не доехав до Кавпака, я в этом столь отдаленном от Днепропетровских равнин крае почувствовал родной запах Украины. Аромат, как бы возрождавшийся из веков Запорожской сечи. Когда я подъехал ближе, я увидел, что штабом служила большая елка, огороженная вбитыми в землю жердями. Внутри загородки стояла трофейная санитарная машина. В сторонке на скорую руку было состряпано подобие стола на четырех колышках. Машинистка с усами и в лохматой шапке бойко выстухивала на маленькой портативной пишущей машинке. Рядом сидел человек с бородкой, лысый, с очками на лбу и трудился. Очевидно, к этим партизанам часто приезжали экскурсанты, так как на меня никто не обратил особого внимания. Я предъявил документы человеку с бородкой. Он оказался начальником штаба отрядов Ковпака. Звали его Григорий Яковлевич Базьма. Как я узнал позже, он был в прошлом директором школы, всю жизнь учил детей, чернобровых украинцев, увлекался пчелами, садом, огородом. И теперь многие из его учеников были в отряде бойцами, а учителя стали командирами. Базьма повертел в руках мой документ и сказал. Командир с комиссаром уехали, скоро будут. И штаб продолжил работу. А где же танки и самолеты, о которых все время говорили в партизанском крае? Думал я. Их пока что не было видно. Чуть позже, лавируя между деревьями, показались несколько всадников. Впереди на высоком коне ехал худощавый старик в каком-то непонятном штатском костюме. Рядом с ним, на прекрасной арабской лошади, красивый, мужественный военный человек с черными как смоль усами и быстрым взглядом. Старик походил на эконома, который объезжает свое хозяйство. Они оба слезли с лошадей, а старик, это и был ковпак, стал кого-то ругать. Затем, только увидев меня, он протянул мне руку, назвал свою фамилию и сказал. Бумажку с ховой, тут вона не потребно. Комиссар стоял у дерева и оценивающим взглядом наблюдал за нами. Я сразу увидел, что тут надо держать ухо в остро и понял, что действительно бумажки тут ни к чему. Я начал было разговор о цели своего приезда, но ковпак перебил вопросом. А тебя покормили? Я сказал, что не голоден и в ответ услышал. А то не наше дило, наше дило погодувать. Вот этот хозяйский глаз, уверенный, спокойный ритм походной жизни и гул голосов в чаще леса, неторопливая, но и немедлительная жизнь уверенных людей, работающих с чувством собственного достоинства. Это мое первое впечатление об отряде ковпака. Когда я ближе присмотрелся к этим людям, то сразу понял, что воевать буду только с ними вместе. И если когда-нибудь хватит сил у меня написать книгу о них, я назову ее «Люди с чистой совестью». Большинство первых ковпаковцев, которых я увидел тогда летом 1942 года, уже нет в живых. Могилы их разбросаны от брянских лесов до пинских болот, от Житемира до Карпат, от Волыни до Перемышля, от Варшавы до Бреста и Белостока. На выходе из брянских лесов у дороги одинокая могила славного разведчика Николая Бардакова. В Карпатах на высоте 1613 в пещере из громадных камней на горе, куда залетают лишь горные орлы, лежит Чусовитин. На венгерской границе навеки уснул 14-летний партизан Михаил Кузьмич Семенистый. В глубоком и узком ущелье реки Зеленицы, прикрывая собственным телом отход товарищей и жертву самым дорогим своей жизнью, погиб славный русский вологодский парень Митя Черемушкин. А в лесах Киевщины спят в одной могилы побратимы Колька Мудрый и Володя Шишов. В Польше сложили свои головы Николай Гопоненко, Иван Намалеванный и сотни других. Да, это были люди с чистой совестью.